В России ввели штрафы за спам-звонки. За непрошенную рекламу компании будут наказывать на сумму до 1 миллиона рублей. Физлицам грозит штраф до 20 тысяч. Штрафы для граждан повысили с 2-2,5 до 10-20 тысяч. Для должностных лиц с 4-20 тысяч до 20-100. Юридическим лицам прежде грозило взыскание в размере 100 либо 500 тысяч рублей. Теперь же от 300 тысяч до миллиона. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что согласие абонента получать данные справочного характера, например, о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть воспринято как согласие получать рекламу. Мы спросили у тверичан, как они реагируют на такого рода звонки. В наше время это уже неэффективно, потому что думаю, что многие, как и я, просто сбрасывают звонки или начинают с сарказмом отвечать на какие-то их вопросы. Звонят еще в очень неудобное время, в субботу, в 10 утра. Не берут трубку. Почему? Не хочу общаться. Звонят очень часто, реагирую по-разному, но чаще всего сразу сбрасываю. Это, наоборот, раздражает людей, особенно для старшего поколения, когда они не понимают, то есть это либо реальный банк, либо это какой-то обман, поэтому я считаю, надо все запретить. Не отвечаю. Меня не устраивает. Я вообще не беру трубку. Я все номера знаю свои, которые мне звонят. Кидаю сразу в черный список. Раздражает маленькое. Я думаю, малоэффективно. Те, кому надо, сами найдут на сайтах или как-то еще. Напомним, согласно статье 18 закона о рекламе, звонить с этими целями можно только тем абонентам, которые дали на это согласие. Вводя ужесточение наказания за несанкционированные назойливые звонки, законодатели попали, что называется, в десяточку. Остается надеяться, что это наказание будет неотвратимым.